Злокачественные новообразования Нутритивная недостаточность и как следствие непреднамеренная потеря веса, по данным разных источников, зафиксирована у 40-90% онкологических пациентов. Нутритивная поддержка пациентов с злокачественными новообразованиями, нуждающихся в специальном лечении, имеет свои особенности. Изменения в обмене веществ после хирургических вмешательств определяются самим вмешательством и существенно влияют на возникновение послеоперационных осложнений. Хирургическое вмешательство само по себе приводит к возникновению воспаления с последующей метаболической стресс-реакцией. Для достижения эффективного заживления послеоперационной раны и функционального восстановления организма необходим качественный метаболический ответ, который возможен только в случае эффективной поддержки пациента, особенно если воспаление затягивается, а пациент при этом недоедает. При этом голодание при метаболическом стрессе отличается от того же состояния в физиологических условиях. В институте Герцена уже много лет работает группа, занимающаяся коррекцией нутритивной недостаточности пациентов при подготовке к специальным лечениям в процессе лечения. Год назад, основываясь на собственном опыте, принимая во внимание анализ международных клинических исследований по включению нутритивной поддержки в комплекс мероприятий у пациентов, которым проводилось хирургическое лечение, анализ международных клинических рекомендаций по нутритивному стренингу, также анализ методических подходов к формированию клинико-статистических групп и анализ нормативно-правовых документов по включению новых классификационных критериев в программу государственных гарантий. Мы решили провести исследование, в котором на сегодняшний день уже приняло более тысячи пациентов, включая контрольную конструктивную недостаточность, различные степени тягости при подготовке и в процессе специального лечения, хирургическое и лекарственное направление. В исследовании были включены пациенты со злокачественными новообразованиями головы и шеи, таракальными, тарако-абдоминальными и абдоминальными локализациями. Какие мы преследовали цели? Повышение качества лечения пациентов с нутритивной недостаточностью в онкологии, систематизация показаний дополнительной нутритивной терапии, разработки простых и доступных методов пациентов клинических и лабораторных, которые достаточно простых и эффективно помогут скорректировать нутритивную терапию не только в федеральных центрах, но и в обычной центральной районной полиции. Расширение федеральных рекомендаций по шаблону истории болезни онкологических пациентов в части диагностики нутритивной недостаточности проведения клинического питания и также разработки клинико-экономической версии модели КСГ с расчетом прямых затрат по сформированному перечню медицинских услуг, включая энтеральное, энтеральное зондовое, парантеральное питание, накладных расходов. Ну и нашей целью было формировать тариф на законченный случай терапии пациента со злокачественным новообразованием, нуждающихся в нутритивной поддержке. Итак, с целью выявления нарушения нутритивного статуса на ранних этапах лечения рекомендовано оценивать на регулярной основе индекс массы тела, изменение массы тела и объем потребляемой пищи, начиная с момента постановки онкологического диагноза. Это из рекомендаций СПН-2016 года. Чтобы оценить недостаточность питания, нами разработан ряд протоколов, в соответствии с которыми пациент со злокачественными новообразованиями обследуется и проходит лечение нутритивной недостаточности. Это скрининговая карта, диагностическая карта, карта плана нутритивной поддержки, карта нутритивного мониторинга, карта клинического мониторинга, карта исходов. И пациент во время всего исследования ведет дневник, описывая свое состояние в процессе получения нутритивной поддержки. При создании данных карт нами использовался свой опыт и также опыт Европейского и Американского общества фронтерального и энтерального питания. Нами четко разработан маршрут обследования лечения пациента с нутритивной недостаточностью в рамках специального и химиотерапевтического и хирургического этапов лечения. Все пациенты с нутритивной недостаточностью получают дополнительное пероральное или зондовое питание в среднем 14 дней перед госпитализацией при проведении хирургического и лекарственного лечения во время всего стационарного этапа хирургического лечения и при необходимости специалист по патриотивной поддержке дает рекомендации при выпуске пациента из стационара. Пациенты, находящиеся в процессе лекарственной терапии также получают дополнительную нутритивную поддержку при наличии показаний в течение всего периода лекарственного лечения до полугода, сроком до полугода. Вот так и выглядит клининговая тарта у пациентов, находящихся в дополнительной нутритивной терапии перед началом специального лечения на этапе обследования проводится скрининг нутритивной недостаточности по результатам которого нам становится понятно есть ли у пациента нутритивная недостаточность и нуждается ли он в дополнительной коррекции питательного статуса. У пациентов, нуждающихся в дополнительной нутритивной терапии определяется степень нарушения питания и оценивается качество жизни. Далее мы приступаем к расчету необходимой нутритивной терапии. Коррекция имеющейся в расстройстве питания должна основываться на трех основных принципах своевременность, адекватность и оптимальность. Абсолютные показания для назначения активной нутритивной поддержки это относительно быстро прогрессирующие значимые потери массы тела вследствие имеющегося заболевания, составляющие более 10% за 6 месяцев или более 5% от массы тела за 3 месяца. Индекс массы тела менее 19-20 кг на метр квадратный рост типа альбуминамия, менее 30 грамм на литр и выражена абсолютная литопения. Определение потребностей это 30 килокалорий, как говорил предыдущий докладчик, на килограмм массы тела в день, 1,5 грамма белка, не менее 1,5 грамм белка на килограмм в день, и 2 грамма эйкозопентоеновой жирной кислоты в день. Выбор типа нутритивной поддержки, если пациент самостоятельно употребляет, 50-100% ему назначается стипен дополнения к обычной пище, 25-50% дополнительно литеральное или парантеральное питание, менее 25% энтеральное или парантеральное питание. Определение объема нутритивной поддержки рассчитывается по следующей формуле. В соответствии с выбранными критериями анализируется доза нутритивной терапии, происходит коррекция доз, изменение типа питания, либо же отмена дополнительной нутритивной терапии. В процессе специального лечения также проводится коррекция лабораторно-клинических показателей, оценивается качество жизни пациента. При окончании лечения пациента, а это через 21-30 дней после хирургического лечения в среднем, и после лекарственного этапа лечения, это только, как я сказала ранее, проводится анализ клинических лабораторных показателей, оценивается качество жизни пациента и даются рекомендации, если есть показания, для назначения нутритивной терапии у пациента в дальнейшем. В течение всего времени лечения нутритивной недостаточности пациент ведет дневник, данные которого тоже анонсируются. Вот на этом графике кратко представлено движение пациентов, хирургический, госпитальный этап 3-4 недели, назначение нутритивной терапии, цель подготовки, предоперационный этап 1-2 дня, коррекция нутритивной недостаточности, отказ от голодания накануне операции, интероперационный этап, обеспечение возможного раннего энтерального питания, раннее начало энтерального питания, перорального, либо зонтового, и как можно более ранний переход на естественный придем пищи. Активизация пациентов начинается с первых и вторых суток, ну и также химиотерапевтическая века. Сразу оговорюсь, что в данном исследовании принимали лечение пациенты, которые находятся на дневном стационаре, в основном на дневном стационаре, который проходит лечение. Таким образом, современная схема лечения больных это параллельный подход. При установлении диагноза, определении стадии болезни, мы оцениваем пищевой статус пациента. При разработке плана лечения мы разрабатываем план нутритивной поддержки данного пациента. На старте терапии или до старта терапии проходит старт нутритивной поддержки. Ну и контроль и оптимизация питания происходит также наряду с контролем и оптимизацией лечения пациента. Таким образом, нарушение нутритивного статуса встречается в большинстве онкологических пациентов и могут являться единственной причиной смерти. Необходима диагностика нутритивного статуса уже с первого визита пациента к онкологу. Адекватная нутритивная поддержка улучшает переносимость и эффективность лечения, улучшает исход заболеваний. И нутритивная поддержка должна сопровождать каждый этап лечения и соответствовать его потребностям в данный момент. В данном докладе мы не можем еще представить вашему вниманию клиническую часть нашего исследования, потому что последний пациент закончит лечение в октябре месяца. Дальше все данные мы будем анализировать. Актуальные вопросы... Елена Владимировна, время, прошу прощения. Уже время. У нас очень жестко. Актуальные вопросы, которые стоят перед нами. Отсутствуют четкие, научно обоснованные, доступные рекомендации по практическому применению по оценке нутритивной недостаточности и необходимой достаточной нутритивной поддержки онкологического пациента. Не определена обязательность оценки нутритивного статуса в истории болезни пациента. Не определена личность на экономических затратках пациента и системы кровохранения в целом для адекватного лечения и достаточности питания. Нет клиника экономической модели, позволяющей рассчитывать затраты на оплату нутритивной терапии, необходимой онкологическому пациенту на разных этапах лечения. И не определён на сегодняшний день источник финансирования. Ещё я в своём докладе хотела бы анонсировать выступление Зеленовой Ольги Владимировны, которого будет в 17 пессий. Клиника экономические подходы к созданию новых тестов по нутритивной поддержке пациентов со злокачественным новообразованием после полиэкспертики. Данный доклад будет в рамках нашего исследования и в продолжении данной темы. Огромное спасибо за предоставленную возможность выступить в рамках данного форума.